добрый день друзья сегодня 10 марта утром 11 часов мы едем по делам солнечная погода солнечный день но на улице ветрено и минус 2 мы вышли срок сейчас прогуляться пока у нас прогревается машина едем по делам заедем сейчас первую очередь на заправку и посмотрим сколько стоит бензин вообще в городе обстановка более-менее спокойно у гостиного двора это на невском проспекте молодежь там антивоенные митинги устраивает но я думаю что это бестолковая молодежь которые подстрекаемые кем-то из это они конечно получают большой большой негатив много молодежь имею ввиду надеемся что все таки успокоиться конечно очень жалко погибших ребят и сердце вообще болит слезы наворачиваются на глаза не знаю но я все-таки русская и поддерживаем россию сейчас зашли пятерочку продукты все есть полки полные и большого подорожания мы не ощутили гречка 83 рубля принципе как она и было до сами понимаете до того так что в магазинах не пусто и ажиотажа никакого создавать не нужно заехали на автозаправку татнефть и на 10 марта посмотрите какие цены на заправочке цены на бензин 98 60 87 95 52 02 92 48 19 но до известных событий 92 бензин который мы заправляемся был 48 18 так что подорожание совершенно несущественное и то что цены прям подскочили и возросли это пока слухи пишите как у вас может быть у вас обстановка совершенно по-другому обстоит ну вот пока на продукты на бензин в санкт-петербурге в калининском районе я сама своими глазами убедилась цены не подскочили прошло после нашей болезни три с половиной месяца и мы проходим смешать диспансеризацию это для тех кто проболел к видом и у тех кого прошло больше двух месяцев значит мы уже сдали некоторые анализы нам уже позвонили какие анализы у нас не очень хорошие и нужно будет записаться после всего этого к терапевту миша еще осталось пройти коты и эхо сердца вот я вроде бы так все сдала ну теперь остается взять талончик самое трудное это к терапевту вообще талоны очень сложно терапевту взять на диспансеризацию вообще без проблем записались прошли и сдали кровь там в общем все что нам там полагается это вообще по очереди быстро все прошло еще раз скажу что обстановка в городе санкт-петербург и спокойно все мы следим за событиями очень переживаем но жизнь продолжается как говорится роксик у нас вот тоже видите такая любопытная миша ушел она ждет мишу снимать с ней тяжело вот она у нас такая красотулечка сегодня в санкт-петербурге прям такая солнечная погода весенние обещают нам потепление рокси ну ты прям в экран лезешь весна весной красиво смотрится храм так величественно а вот это наши фонари которые освещают парк жители конечно в шоке их поставили буквально недавно но что они вам напоминают напишите вот такие смотрите в ряд стоят мне напоминает один фильм помните когда краморов говорит ночь и тишина и мертвые с косами стоят ну вот это по моему равносильно надо же было придумать когда жители стали обращаться почему такие страшные фонари поставили они горят ну мы можем белый цвет их покрасить вообще юмористы наши правители санкт-петербурга придумать же такое надо было солнце светит здорово красотка в охране стоит что-то заметила подозрительное разбегайтесь все правильно рокси уже с дыбом ну ты погляди ка на нее ага поближе защитница наша вот так мы злимся заодно дистанция безопасная должна быть служебная наша собака ох гляньте у струба и вся в охране парк сахарова 10 марта это воронье царство со всех сторон слышится каркар эти в парке гуляют собачками прогуливаются просто так свое удовольствие ну а вороны вороны радуются теплому денечку в парке вот такие мощные деревья великаны как вы думаете сколько такому дереву лет что это у нас стополь по-моему да или клен я даже не разбираюсь в них вот такой высоченный и вот такой мощный ствол все и рядом тоже такой большой и вот эти деревья хотят срубить уничтожить грек опять и вот конечно все �